Здравствуйте, в эфире программа «Вопрос депутату» и я ее ведущий Амир Кедрасов. Сегодня на мои вопросы и на ваши вопросы будет отвечать депутат Совета городского округа город Кумертаус Светлана Николаевна Ерофеева. Светлана Николаевна, здравствуйте. Добрый вечер. Я очень рад, что вы нашли время, пришли к нам в студию ответить на наши вопросы. Я знаю, что у вас сегодня очень загруженный день был, но вы все же смогли выгодить время для нас. Первый вопрос традиционный, наверное, пока на первых порах. Почему решили стать депутатом? Всегда занимала активную жизненную позицию. Вопросы, которые возникают и в городе, и в населенных пунктах, считаю важными, необходимыми для определенного решения. В себе чувствую силы, желание заниматься этим. Почему нет? Вопросов на самом деле в городе очень много. Вы, как депутат, уже со стажем это понимаете. Даже по выпуску новостей, который только что прошел, мы видим, проблем хватает. Проблем хватает. В этот раз вы баллотировались по списку, не стали баллотироваться по одномандатным округам, прошли по списку Единой России. Это же не означает, что у вас не будет участка. Как вот сказал председатель совета, будет перераспределение. Не дело, когда 10 депутатов будут по участкам ходить разбираться, а 10 человек будут... Конечно, конечно. Перераспределение такое символическое произошло. Я буду нести определенную ответственность и принимать, вести прием на Пушкинском избирательном округе. И в то же время сельский округ от меня никуда не денется. И в селах меня знают, особенно на Маячном. Да и живу я в селе, поэтому я больше понимаю проблемы, которые в селе возникают, существуют. И механизм их решения для села несколько своеобразен. И, пожалуйста, пусть обращаются все, у кого есть желание обратиться именно ко мне. Я знаю, что когда избиратели, которые живут в селах, не обнаружили вас в списке кандидатов, но были немножко, так скажем, взволнованы. Да, дописывали от руки. Портили бюллетень. Ну, получается так, с одной стороны. А с другой стороны, это все-таки определенный показатель доверия мне, как к человеку. Ну, вообще работа депутата, она ведь такая, скажем, это, наверное, людям только кажется. Ну, вот депутат пришел там один раз в месяц на сессию и все. На самом деле, эта работа, во-первых, неоплачиваема, во-вторых, у всех депутатов есть, помимо депутатских обязанностей, еще и работа, на которой нужно тоже появляться, работать, делать. Конечно, конечно. Мешает это вот одно другому, нет? Да я бы не сказала, что это мешает. Это просто дополнительная нагрузка, но нужно научиться грамотно распределять свое время, силы, и все это нужно успевать. То, что принимаются решения на сессии, это не означает о том, что вот депутаты пришли на сессию, решение приняли, озвучили, приняли, нет. Любой сессии предшествует определенная подготовительная работа. Все вопросы, выносимые на совет, они рассматриваются сначала на комиссиях, рассматриваются порой неоднократно, очень тщательно. И это обязывает всех депутатов научиться разбираться во многих вопросах, повышать свой уровень грамотности, знакомиться с новыми законодательными актами, быть всегда в курсе всех новых нововведений, новых законов, которые принимаются. И все рассматриваемые вопросы нужно примерять, вот как это будет лучше для города. Вот в этом плане. В городском совете есть комиссии, четыре постоянные комиссии, если я не ошибаюсь, и одна непостоянная комиссия, в состав которой вы входите, называется она комиссия по этике, по регламенту и этике депутата. По регламенту, этике и статусу депутата. Вы уже второй раз, да, второй созыв, входите в состав этой комиссии. Это комиссия, все правильно. Вот она непостоянная комиссия, но это же не означает, что нет вопросов или их мало? Нет, конечно. Вопросы, которые рассматриваются на комиссии по регламенту, как называют ее кратко, рассматриваются вопросы, которые необходимо, особенно вот в подготовительный период. Все нормативные документы, законодательные акты, которые принимаются на уровне города, те изменения, которые необходимо внести в устав городского округа, в регламент работы совета в связи с принятием новых законодательных актов, они на этой комиссии рассматриваются. Прежде чем вопрос на совет вынести, я уже об этом говорила, его нужно очень внимательно, подробно рассмотреть. Как правило, эти вопросы докладывают юристы или те, кто представитель совета, тот, кто этот вопрос вносит, комиссия рассматривает и рекомендует на президиуме этот вопрос рассмотреть, принять. Это делать нужно обязательно. В то же время существует регламент совета. Это документ, который регламентирует работу совета, работу комиссий, всего. Это тоже требует определенного рассмотрения, принятия определенных постановлений, решений, то есть вопросы, которые нужно рассматривать. Все депутаты также люди живые, происходят какие-то изменения, переводы, перемещения. Все это носит заявительный характер. И эти обращения депутатов также рассматривают комиссии по регламенту и статусу депутатов. В втором созыве три депутата покинуло городской совет. Наталья Михайловна Лапшина, Борис Владимирович, были переведены. Сейчас они работают в администрации. Вот для городского совета, что это значит, что все-таки выходцы, скажем, из депутатского корпуса сейчас на таких достаточно значимых постах? Ну, это еще раз подтверждает, что все-таки депутаты, наши граждане, жители города Кумертау, избирают людей грамотных, квалифицированных в своей области, людей, которые могут решать возникающие проблемы. Ну, вот это вот показатель того. Ну, и опять-таки же, наверное, взаимопонимание между городским советом и городской администрацией. Взаимопонимание необходимо, потому что и совет, и администрация не могут существовать отдельно, они рассматривают вопросы, которые необходимы для города в целом, для всех его жителей. И они все направлены только на то, чтобы сделать так, как лучше людям. В общем, в целом, чтобы жизнь в городе улучшилась. Помимо того, что вы депутат городского совета, вы еще и директор детского дома, вот на этом можно было бы сейчас остановиться. А в конце марта месяца был случай, что жительница другого города приехала к нам, родила в роддоме, ребенка оставила, оставила о себе ложные сведения, что она житель Оренбургской области, на самом деле она живет в городе Шимба, если я не ошибаюсь. То есть, случай такой неординарный, скажем, хотелось бы, чтобы вообще таких случаев не было. Конечно. Но почему же такие случаи происходят? Такие случаи происходят, как бы оно там ни было, но вот случилось. Но в данной ситуации, в первую очередь, нужно говорить о том, что ребенок не останется без участия государства. То есть, то, что мама повела себя так, это не значит, что ребенок будет брошен. Но маму сейчас нашли, уже установили. Теперь ребенок в детском доме будет находиться. Она отказывается от этого ребенка. Нет, именно этот ребенок в детском доме находиться не будет. Дети от рождения до трех лет, они организованы такое воспитание, развитие, проходят в домах ребенка. Дома ребенка, они относятся к Министерству здравоохранения. Так разделяется. Но этот ребенок совсем не значит, что этот ребенок будет определен в дом ребенка. Скорее всего, этот ребенок будет определен в семью. Ребенок здоров, хороший мальчик. У нас есть люди, которые хотели бы взять ребенка, то есть, усыновить. Поэтому, я думаю, что его судьба будет решена, скорее всего, в эту сторону, что он будет определен в семью. Но если вдруг что-то, по каким-то причинам этого не случится, то ребенок будет до трех лет находиться в доме ребенка. Вот там видно будет. Но вот именно в наш детский дом в таком возрасте ребенок не попадет. Только по возрасту. Ребенок действительно родился здоровый. Я сам был в роддоме, приезжал туда на съемки. Четыре килограмма вес ребенка, такой богатырь, 53 сантиметра рост. Ну, честно сказать, вот слезы на глазах наворачиваются. Бывает. Ну, а у вас в детском доме уже после трех лет дети. Да. Какая главная задача детского дома при, наверное, воспитании ребенка, да? Ну, я бы выделила две проблемы, которые взаимосвязаны. Разделить их практически невозможно. В первую очередь, это, конечно, работа, направленная на воспитание, обучение, развитие детей и на подготовку их к самостоятельной жизни. То, чего может дать семья, детский дом в полной мере дать не может. Самое проблемное не может дать модели поведения в семье. Мы же готовим, все начинается с детства. Готовим детей к самостоятельной жизни. Вот поэтому усилия педагогического коллектива направлены на то, чтобы наряду с развитием, обучением, у нас еще плюс коррекция ребенка, проводить работу, которая подготовила бы ребенка к самостоятельной жизни. А параллельно с этим идет финансирование, как и везде сейчас. Прекрасно знаете, понимаете, что все мероприятия требуют денежных. Но удалось ли социализировать ребенка, естественно, в рамках детского дома? Понять, наверное, невозможно. Это по прошествии времени уже будет. Для того, чтобы определить, насколько ребенок готов к самостоятельной жизни, нужно, чтобы прошло определенное время. По прошествии определенного времени будет видно, насколько ребенок приспособлен. Очень важно, чтобы в этот период рядом с ребенком оказались люди неравнодушные и грамотные. Законодательная база позволяет провести все мероприятия, то есть защитить ребенка социально. Принят закон и о жилье для детей-сирот, и существуют законы об их материальной поддержке, о льготах при поступлении в учебные заведения. Все это есть. Необходимо только, чтобы эти законы на всех уровнях исполнялись. В детский дом или в интернат ребенок, по своей воле, естественно, не попадает. Кого-то по обстоятельствам направляет в это учреждение. Кого-то родители лишают прав, родительских прав. Много знаю людей, которые являются противниками такой вот меры, как лишение родительских прав. Считают, что, допустим, лучше было бы, если бы ребенок воспитывался в какой-никакой семье, нежели чем в казенном учреждении. Вот вы как депутат и как директор детского дома. Как считаете? Я считаю, что в первую очередь, если сложилась такая ситуация, что вот проблема, в первую очередь нужно сделать все возможное для того, чтобы поддержать семью, дать семье как-то встать на ноги, что-то, может быть, переосмыслить в интересах своих детей, помочь им каким-то образом остановиться, не вести. Это же, как правило, пьянство. Пьянство, наркомания доводит до таких ситуаций, когда детей забирают. Надо всеми возможными силами этой семье помочь. Существует такая процедура законодательная, как ограничение родительских прав, как правило, на полгода. То есть ребенок будет помещен в детский дом, но родители в этот момент не будут лишены родительских прав, они будут ограничены. И вот это время дается семье для того, чтобы решить свои проблемы. Может быть, пролечиться, может быть, найти работу, может быть, как-то жилищные условия свои немножко хотя бы имеющиеся что-то подремонтировать. Для того, чтобы ребенка можно было вернуть в семью, чтобы им могли заниматься. Но уж если при проведении вот всех мероприятий улучшений нет, то в целях, опять же, интересах ребенка, сохранении его здоровья, морально-физического, приходится лишать родительских прав и ребенка изолировать. И опять же хочу добавить, есть у родителей возможность восстановиться в родительских правах. Но это вот не окончательно. Суд лишает родительских прав, и суд же их возвращает. Такие примеры есть. Ну вот как депутату населения, с какими вопросами обращаются? Ну понятно, сейчас еще совсем мало времени прошло, как начал действовать третий созыв. И вот по второму созыву с какими вопросами обычно идут депутатам? Они в основном идут с вопросами жилищного хозяйства, потому что это проблема везде, и в селе, и в городе. Для всех она актуальна. При всех тех усилиях, которые организации прилагают по наведению санитарного состояния порядка, по вывозу мусора, по работе всех служб обеспечения. Сбои бывают, люди на это реагируют очень быстро. Если где-то что-то можно потерпеть, то без воды, без света, ведь человек не может долго находиться. Вот эти вот вопросы интересуются. По Маячному и по селам вопросы здравоохранения. Проблематично бывает попасть на прием к специалисту. Фельдшерско-акушерские пункты только действуют в селах. На Маячном часть филиала там больницы существует, но там всего один доктор работает. И тоже определенные проблемы есть. Сегодня у нас, к большому сожалению, звонков от телезрителей не было. Но наверняка люди будут смотреть повторы, если возникнут вопросы. Куда можно будет обратиться, как вам можно попасть на прием к депутату? Прием официальный я провожу первый понедельник месяца с 17 до 19 у себя в кабинете, в здании детского дома. А телефон 26407 в любое время можно обращаться. Можно обращаться и письменно, прислать письмо. Адрес детского дома. Пселомаячный, улица Гафари, дом 30. В любом случае информация для меня отойдет. Светлана Николаевна, спасибо большое, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Пожалуйста. Это была программа «Вопрос депутату». Увидимся на пятом канале Адрес. До встречи. Адрес.